Чтобы помыться, тоже воду кипячу. Ты помыться, а мы пьем, варим. А люди варят и пьют, потому что деваться-то некуда. Собрались в все деревни и пошли с Челобитной. Жители Шуранкуля возмущены, сколько можно травиться водой с примесями свиных фекалий. Они готовы были штурмовать ферму, но тут коммерсант вышел на переговоры. Пикетчики приутихли и начали раздеваться. Откуда, спрашивают, пятна и сыпь на теле? Болячки это нервное, отвечает не покраснев Белявцев. Люди недовольны потому, что просто типа зависть. Обыкновенная зависть. Во-первых, если меняет мне вину в том, что якобы озеро, я загаживаю. Я, во-первых, не загаживаю. Это раз. Озеро само подошло к усадьбам, а не я к озеру подошел, не я построил. 50 свиней? Все по загонам. К воде даже не подходят. За животными, говорит фермер. Он ухаживает, как за родными. Ты налог платишь за землю? Нет. Почему я должна налог платить? Какая может быть зависть, а? Ну а в какой тут зависти? Ему про запах, а он про закон. Односельчане уже сами готовы переселить свиноферму. У нас будет. Скажите, когда мы не будем вот слег вот этот собирать, покрохом, и вот в эту ходите, в эту озеро спекали. Нет, мы не пьем воду. Вон, поезжай вон туда, вон, к болоту, и там разводи, пожалуйста, свои свиньи. Озеро-заповедник, а свиньи, они и в Африке свиньи, в районной администрации посчитали ущерб природе. 200 тысяч рублей. В этот озеро Лебяжье входит Шуранкульский заказник, который является особо охраняемым природной территорией Челябинской области, и который был основан в 1969 году. У экологов свои улики. Видеодоказательства. Равоз видно по всей площадке, разбросан. Как я уже говорила, сооружений никаких нет для очистки стоков. Навозных площадок также не наблюдается. Для приготовления компоста емкости тоже не видно. Мы считаем, что вмешательство прокурора необходимо в случае выявления нарушения природоохранного законодательства. Но, значит, прокуратура нам отказала в этом. Озеро Лебяжье в народе уже именуют свиным. Жителям название, конечно, не нравится. А что делать?